Всем привет! Это новостной выпуск, в котором мы, как всегда, обсуждаем самые важные новости на рынке недвижимости. И, как всегда, это будет 10 новостей за 10 минут. И с вами Зубик Виктор, канал Смаран про недвижимость. Ну что, не будем затягивать? Поехали! И первая новость очень важна для рынка недвижимости, потому что господин Мишустин заявил о том, что льготную программу, точнее семейную льготную программу, семейную ипотеку продляют до конца 2023 года. И мне кажется, что льготные программы государства готовы продлять и дальше, и дальше, для того, чтобы стимулировать рынок. И самое важное, что сейчас семейная ипотека подходит не многотельным семьям, а обычной семье, у которой родился ребенок после 2018 года. Единственное, что ставка будет не 5%, а 6%. Но с учетом того, что у нас ставка ЦБ 6,5%, то льготная программа с 6% ставкой поможет застройщикам не снизить цен на недвижимость, поддерживать текущий уровень цен и привлекать все новых и новых дольщиков. Посмотрим, как это повлияет на рынок недвижимости, но я думаю, что это положительная новость. Как минимум, фондовый рынок отметил это положительной новостью, так как акты застройщиков стали расти еще выше и еще быстрее. Вторая новость. Чиновники хотят вывести рынок аренды из тени и делают все возможные программы. Они сделали возможность сдавать квартиру самозанятым, налог всего 6% вместо 13%. Но недавно на одном стриме меня спросили, а можно ли сдавать недвижимость и получить налоговый вычет. Так вот, сейчас чиновники официально хотят сказать, что с 2022 года, и возможно, даже до 2023 программа будет на 8 лет, можно будет получить налоговый вычет, если вы сдаете недвижимость официально и платите налоги. Это очень классная новость, потому что это поможет вам сдавать недвижимость дороже, сдавать ее официально и при этом возвращать деньги с помощью налогового вычета. И, как я понимаю, что-то похожее будет, то же самое и для арендаторов, чтобы арендаторы тоже могли официально сдавать недвижимость. Посмотрим, что будет с рынком аренды, но, как минимум, все новости, весь хай по поводу платформы, по поводу цифровизации рынка аренды и теперь уже субсидирование. То есть, ну, по факту, это реально субсидирование, когда вы можете вернуть свои налоги. Это показывает заинтересованность государства в рынке аренды. Поэтому рано или поздно нужно переходить на официальную аренду. Третья новость. Поговорим про итоги рынка недвижимости, первичной недвижимости за июль 2021 года. У нас еще август. Посмотрим, что случилось в июле 2021 года. Если мы посмотрим, то на текущий момент Росрестер зарегистрировал 10 400 договоров ДДУ. И это на 54% больше месячного показателя прошлого года, то есть 2020 года. И на 36% превышает июль 2019 года. Но если сравнить в целом общее количество, то разница где-то между 2019 и 2021 годом в районе 18%. Мне кажется, не такой большой рост. Если мы возьмем 19, например, был 20 и 21, разница, допустим, всего на 18% за 2 года. Да, для огромного рынка недвижимости это колоссальный прирост. Но в целом это не такие большие показатели, как нам заявляют СМИ, как раздувают много блогеров. Поэтому это хороший показатель. Тренд идет на увеличение. И я думаю, что с сентября до конца года рекорд в 2021 году будет каждый месяц будет бить еще один рекорд. Четвертая новость. Для того, чтобы быть в курсе всех новостей рынка недвижимости, у нас новый глава, замглавы Минстроя. И им стал Сергей Музыченко. Ну, от компании СМАРНД поздравление Сергея Музыченко. Посмотрим, будет ли он теперь новым хедлайнером в наших новостных выпусках. Пятая новость. Она, как всегда, посвящена новостям компании СМАРНД. И в этот раз максимально коротко и ясно. У нас завершился ремонт в двух объектах. Один объект мы завершили. Это ЖК Discovery. У нас была евро трехкомнатная квартира. 55 метров. У нас вышел полноценный обзор про то, как мы делали ремонт. Как правильно делать ремонт данного объекта. И что у нас получилось. И за сколько времени у нас получилось сделать такой ремонт под ключ с мебелью. И у нас еще завершился ремонт в ЖК Symbol. Однокомнатной квартире. В которой мы как раз ввели последний эфир. И записываем этот новостной выпуск. Поэтому все ссылки будут в описании к новым видео. К новым роликам данных объектов. Ну и в целом следите за нашими новостями. За нашей мебелировкой и ремонтами квартир. Шестая новость. Мы всегда говорим, что новости про старт продаж. Этот раз я решил посвятить теме падения продаж. Мы говорили это на последнем стриме. Обсуждали, почему новостройки стали падать. И на мой взгляд, главный хедлайнер падения цен продаж у нас стал это пик. Волоколамская 24. Цены на апартаменты 7 миллионов упали до 6 миллионов 300. А за однушки вообще упали до 8,5 миллионов рублей. И падение прошло по Соларево парк, Микинино парк, Солнцево парк и другим объект пика. Более детально мы обсудили на стриме, почему происходит такое падение продаж. Но мне кажется, что это для нас возможность закупить интересные варианты, которые мы планировали купить в конце лета перед очередным витком повышения цен. Потому что каждый год в конце года почему-то в России цены на недвижимость растут. Вне зависимости от того, хорошая экономика в России или плохая. Просто люди почему-то к Новому году любят покупать недвижку. Седьмая новость. Интека покупают или Интека продается. На самом деле Интек действительно скорее всего будет поглощен крупным застройщиком. Застройщиком самолет. В этом случае самолет выйдет на третье место по общему количеству строительства и вводимому в желе в России. Среди всех застройщиков. И сделку оценивают предварительно в 32 миллиарда рублей. На самом деле не так много. Я думал, что застройщики больше стоят, чем 32 миллиарда рублей. И я думаю, что для самолета это хорошая сделка. Поэтому если вы хотите инвестировать в акции или фондовый рынок самолет, то самое время прикупить акции застройщика самолет. Ну а в целом самолет, как я понимаю, идет по своему стандартному сегменту. Самолет это эконом, точнее комфорт класс. И у них теперь появится Интека, который будет продавать новостройки в сегменте комфорт плюс, бизнес и премиум класса. Восьмая новость. В Москве возьмутся за очередные 7 промышленных зон под строительство. И будут выделены 500 миллиардов инвестиций, 35 тысяч рабочих мест и 63 миллиарда рублей налогов в год. Именно так заявили на очередном собрании. Это идет в программе развития индустриальной кварталы. И на самом деле экономически все оправдано. Действительно в Москве очень много, огромное количество промзон. И на этой территории промзон нужно застраивать новые микрорайоны, новые кварталы. И потихоньку сносить промышленные предприятия и переносить их за МКАД. Переносить их вообще возможно в другие областные центры. Для того, чтобы давать развитие областным центрам. Например, Калужская, Тульская, Тверска. А не только все в Москве. Я всегда поддерживаю такие программы. И мне кажется, что в этом случае действительно в Москве тогда появится больше внутренней инфраструктуры. И меньше людей будут покупать квартиры за МКАДом. И возможно, меньше даже станет пробок. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу сноса промзон и строительства новых микрорайонов, ЖК и бизнес-центров. Девятая новость. Поговорим про новые технологии, про будущее. Дело в том, что резидент Сколково, компания АМТ. В Сколково есть реальные, хорошие, настоящие компании. Построят в Ярославской области небольшой поселок из 12 домов, напечатанных на 3D-принтере. Стоимость квадратного метра составляет всего 20 тысяч рублей. Ну, для Ярославской области, мне кажется, хороший прайс. И дом площадью 46 квадратных метров без отделки обойдется всего 914 тысяч рублей. Счетом инфляции меньше миллиона рублей за строительство микродома 46 квадратов. Это отличное экономное жилье, которое, мне кажется, подошло бы не только в Ярославской области, но и в Подмосковье. Главным преимуществом станет именно печатание дома на 3D-принтере. 3D-технологии, действительно, сейчас уже дома можно печатать на 3D-принтере. Это показывала Технониколь и Пик. И, как я понимаю, новые резиденты Сколково будут активно развивать эту технологию. Они даже планируют для нашего времени научиться строить дома в квадратуре больше 100 квадратных метров. Вот мне кажется, тогда они уже пойдут в Подмосковье и Москву, потому что, ну, все же 46 квадратных метров для Москвы и Подмосковья маловато. Десятая новость. У нас, как всегда, про юмор, то, что творится на руке недвижимости. И в этот раз у нас в десятую новость попал депутат Госдумы Евгений Марченко, который нам наконец-то рассказал, как нужно снизить цены на недвижимость. При том, что вдвое. И он решил пропиариться накануне выборов. Странно, что он раньше не говорил. Мы видим, что цены растут на недвижку. И нам нужен был спаситель. И вот он, Евгений Марченко, наконец-то появился. В СМИ он сделал максимально громкое заявление. Если мы законодательно установим для строителей норму прибыли в процентах, то цены на квартиру уменьшатся в два раза. Правильнее зафиксировать максимальную прибыль не больше 20%. Гениально и просто. Почему раньше не слушали таких замечательных депутатов? Я очень надеюсь, что данный закон попадет в Госдуму и действительно его смогут принять. Ну, а мы с вами будем и дальше изучать рынок недвижимости, для того, чтобы понимать, в какие новостройки стоит инвестировать, как правильно покупать недвижимость, как правильно делать ремонт. С вами был Зубик Виктор, канал SmartPRO недвижимость. Лайки, комментарии оставляйте. И, как всегда, следите за нами в прямых эфирах каждое воскресенье в 20.00. Всем спасибо. Пока. Седьмая новость. Правда ли, что застройщик Интека покупает? Да, действительно, сейчас очень много слухов. И предварительная оценка это 32 миллиарда рублей. Так мало? А можно так оставить? Продолжение следует...